Языки пламени заметил обычный прохожий. Спустя 10 минут после его звонка на месте уже было 45 пожарных машин. И около 100 человек боролись с огнём. Мы столкнулись сильным огнём у органа. Мы сосредоточились на тушении этой части и в то же время обследовали всё здание, чтобы спасти предметы искусства. Великий орган, которому без малого 4 века, сгорел дотла. Он располагался под нефом на высокой платформе, к которой вели 66 ступеней. Она теперь может обрушиться в любой момент. Инструмент пережил многое. Его удалось спасти во время французской революции. Органист Денис Жубер стал исполнять на нём марсельезу и убедил революционный комитет инструмент не разрушать. В 1800 году взрыв в пороховом магазине, который расположился внутри собора, уничтожил все витражи, часовню и башню, но орган не повредил. В 1940 году в оккупированном тогда Нанти участники сопротивления подняли над собором французский флаг. Храм пережил бомбёжки. В 1972 году, после 10 лет молчания, орган зазвучал вновь. Но спустя два месяца в храме случился пожар по вине рабочего, который забыл выключить паяльник. Обвалилась большая часть конструкции. Инструмент при этом вновь избежал печальной участи. Средневековый облик зданию вернули лишь в 2008 году. Работники не исключили, что и в этот раз причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Но у следователей другая версия. В соборе было зафиксировано три очага возгорания. Один на уровне большого органа и два очага справа и слева от Нефа. Поэтому мы подозреваем поджог. Расследование ведёт судебная полиция. Кто стоит за поджогом? Сейчас главный вопрос. Готический собор 15 века – один из самых легендарных долгостроев Франции. Его возводили 450 лет. Он всего на 6 метров ниже Нотр-Дама в Париже, но при этом по высоте Нефа превосходит его. Уникальные витражи – центральный алтарь 18 века, выполненный из разноцветного мрамора. Внутри похоронены герцог Британии Франциск II и супруга Маргарита де Фуа. Их надгробие – один из шедевров французской скульптуры. Каменные изваяния с ангелами и животными, охраняющими вечный сон. Президент Макро, находясь на саммите в Брюсселе, не мог остаться равнодушным. После Нотр-Дам де Пари в огне собор святых Петра и Павла в центре Нанта. «Поддерживаю наших пожарных, которые идут на все риски, чтобы спасти эту готическую жемчужину города бретонских герцогов». Вместо него поддержать жителей Нанта на месте решил премьер-министр Жан Костекс. «Я приехал увидеть произошедшее и поблагодарить пожарных за их рвение и профессионализм. Я отметил идеальное взаимодействие между всеми государственными службами и муниципалитетом, выражая жителям Нанта солидарность французского народа в связи с этим драматическим событием. Расследование всех обстоятельств пожара будет идти под личным контролем прокурора, а затем государство займется реконструкцией собора». Пожарные с помощью дронов сейчас осматривают собор. Полный масштаб разрушений еще предстоит установить. Продолжение следует...